Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Вопрос 4053, 30-й том открытым оком. О каком спектакле поминали вы, где спорят в вере и неверие, когда и где это было? Ответ. В книге Мария Карелли, «Печаль сатаны», дьявол, действующий в образе князя Римонеза, для гостей поставил спектакль в 19 веке в Англии. Последняя картина называлась «Вера и материализм» и была самой изумительной из всей серии. Зал постепенно погрузился во мрак и поднявшийся занавес открыл восхитительный вид на берегу моря. Полная луна бросала сильный свет на зеркальные воды и, поднимаясь на радужных крыльях от земли к небесам, одно из прелестнейших созданий, о которых разве только могут мечтать поэты и художники, подобно ангелу возносилась вверх. Ее руки, держащие пучок лилии, были сложены на груди. Ее лучистые глаза были полны божественной радости, надежды и любви. Слышалась чарующая музыка. Вдали хор нежных голосов пел о блаженстве. Небо и земля. Море и воздух. Море и воздух. Море и воздух. И воздух. Все, казалось, поддерживало духа, уносящегося все выше и выше. И мы все следили за этим воздушным летящим образом с чувством восторга и удовлетворения. Вдруг раздался громовой удар. Сцена потемнела. И послышался отдаленный рев расферепевших вод. Померк лунный свет. Прекратилась музыка. Блеснул красный огонек. Сначала слабо, потом более ясно и показался материализм. Написано материализм. А до этого, что показывал ангел, возносится, а люди это сидят неверующие, лорды, пэры, фэры. Человеческий скелет, белевший в темноте, искаливший весело зубы на нас всех. И на наших глазах скелет рассыпался в куски. И длинный, извивающийся червь выполз из обломков костей. Другой показался из глазных впадин черепа. В зале послышался шепот неподдельного ужаса. Публика осталась с мест. Один известный профессор, протолкнувшись мимо меня, сердито проворщал. Это может быть очень забавно для вас, но по-моему это отвратительно. Как в вашей теории, мой дорогой профессор, прозвучал могущий смеющийся голос Лючио, встретившего его на пути. Миниатюрный театр снова был залит блестящим светом. Для одних они забавны, а для других отвратительны. Простите, я говорю, конечно, шутя, но я поставил эту картину специально в вашу честь. О, в самом деле, прорычал профессор. Я не оценил ее, однако вы должны были бы это сделать, так как она научно совершенно правильно, заявил все еще смеясь Лючио. Вера с крыльями, которые вы видели радостно летящих к невозможному небу, ненаучно правильно. Разве вы нам этого не говорили? Но скелеты черви – совершенно ваш культ. Ни один материализм не может отрицать правильности того состояния, к которому мы все и придем на конец. Положительно, некоторые дамы выглядят бледными. Как смешно, что все, чтобы называться светскими и войти в милость у прессы, принимают материализм. Как единственную веру, а между тем боятся естественного конца жизни. Поверьте мне, что я настоящий князь и такого рода, каким ни одна из ваших старейших фамилий не может похвалиться. Но мое царство разрушено, и мои подданные рассеяны между всеми нациями. Анархия, нигилизм и политические смуты вообще заставляют меня скорее умалчивать о моих делах. К счастью, у меня деньги в изобилии, и только имя я прокладываю себе путь. Когда мы будем лучше знакомы, вы узнаете более о моей личной истории. У меня много других имен и титулов, кроме обозначенного на карточке. Но я ношу самое простое из них, так как большинство людей искажают произношение иностранных имен. Мои интимные друзья обычно пропускают титул, и зовут меня просто князь Лючио. Это ваше красное имя? Начал я. Нисколько, у меня нет крестного имени. Прервал он поспешно и гневно. Я не христианин, он говорил с таким интерпением, что на минуту я смутился, не зная, что ответить. Вы не христианин, и в действительности никто. Люди претендуют ими быть в этом лицемерии, достудном проклятии. Они более богохульны, чем падший дьявол. Но я... Не притворяюсь. Но я не притворяюсь. Я не притворяюсь. У меня только одна вера. И это глубокое и страшное... Он спрашивает, и какая вера это? Ты видишь кавычки-то? А это говорят разные люди. Говорит с ними как раз темпест. И это глубокая и страшная вера, сказал он дрожащим голосом. И хуже всего, что она правильно. Правильно, как машина мироздания. Но говорить об этом, кстати, когда чувствуешь унылость духа и желание побеседовать о брачных и страшных предметах, вы не можете себе представить, какие громадные способности я имел когда-то. Давно раньше, чем я сделался властелином сам, и книга заканчивается словами. Тогда он, кого я знал как ключево, двинулся, улыбаясь, приветствуя сердечный министра, тем мелодичным могучим голосом, который мне так был знаком, он взял его за руку. И они медленно пошли вместе, горячо разговаривая. Я следил за ними, пока их фигуры не удалились. Одна высокая, царственная и повелительная, другая широкая, самоуверенная и в движении. Я видел, как они поднялись по ступеням и, наконец, скрылись в доме английского государственного управления. Дьявол и человек вместе. Третья ездра. Ибо всякий неверующий в неверии своем умрет евреям. Итак, видим, что они не могли войти за неверие, премудрость Соломона. Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Призналися. Как стихотворение. Рассудочная вера к спасению не годится. Ты постоянно будешь спорить, возражать. То в Библии не так. И примешь плод за листья. Солома же смекины возьмешь за урожай. Ум человеческий предельно ограничен. Он, видимо, шатается слепой. Любой ученый рядом с верой нищий. И бабушка смиренная узрить его клопом. Для разума абсурдно все, что непонятно. Чего нельзя измерить на весах, приборах. А потому в неверии сплошные всюду пятна. К чему не прикоснется, умом все перепортит. Для веры нет границ ограничений. Она везде по Библии глаголит лишь аминь. Прожектором рассеет мгновенно мрак вечерний. И властно повелит. Неверье сгинь. Без веры невозможно Богу угодить. И надобно, что приходящий к Богу верил. Без веры человек нахален, дерзок, дик. Не к небу, только в ад стремится первым. Уверенность в невидимом дарует людям вера. И ожидаемое сможет в раз осуществить. Из водоема веры всегда привыкни черпать. Где веры нет, там волки все раздерут в клочки. Лицо открытое в душе преображение. При вере в Троицу, Спасителя Христа. Оставив мир мятежный, о том не пожалеем. Напишем жизнь свою мы с нового листа. Умом непостижимая Давидова псалтирь. Нам дирижируют на тайнах чудо веры. За грани видимого, простираясь вширь. Вдаль бесконечности подвижников примеры. Глубокой верой древле отличался Ной. В главе одиннадцатой из письма к евреям. Там целый сон подвижников, они со мной. Неверующий, образумься, обратись скорее. 31 октября 2008 года, Игла. Мои стихотворения путаетесь с какими. Мои же они резко.